Сегодня я расскажу про вот этот вот телефон. Телефон, который я покупал на Ае-экспрессе осенью 2016 года. Несмотря на то, что зарядка не работает, это уже после покупки. И несмотря на то, что немного потертости есть в задней крышке его по бокам, телефон до сих пор в рабочем состоянии. Звонить с него можно и играть тоже можно. В обычной игре. Ну, типа змейки. Первый аппарат. Год выпуска 2005 года. Первый аппарат я имею ввиду с поддержкой говорящих часов. Так же как и чёрно-белые Nokia 1110, 1110i и 1112. Пластиковая клавиатура. Экран 96х68 пикселей. Динамик здесь, здесь. И здесь. Как и чёрно-белые Nokia 1110, 1110i и 1112. Обзор уже, кстати, есть на Nokia 1112. Вы можете найти на канале. Всё, в рабочем состоянии. Симпатичный такой корпус. Тут разъём для зарядки. Разъём для дата кабелей. Два с половиной миллиметра. Аудиоразъём для наушников. Скорее, для разговора. И микрофон. Также проушина для крепления ремешка, кстати. Так вот выглядит сзади. Задняя крышка так вот открывается. Аккумулятор можно поставить B5C на 1020 мАч. Правда, аккумулятор B5CB, он, конечно, почти несовместим по зарядке. Он не заряжает, но телефон работает. И питается, кстати. Под аккумулятором располагается слот для сим-карт. Обычного старого образца, так называемый, мини-сим. В данный момент, кстати, я отказался от МТС, но у меня только одна симка осталась МТС. Буду, типа, пользоваться она, а так проверять буду. Как связь. Кстати, сегодня я в Гатчине был. Проверял вместе с Сименсом C60. Не знаю, как там с 3G, 4G, но насчёт 2G. А ведь остались же юди, пользующиеся 2G, именно как связь. Ну, если хотят простой телефон для того, чтобы звонить. А у них, если у них симка МТС, я смогу сразу ответить, что в некоторых местах связь МТС. Барахлел. Мегафон качественнее. Качественнее, так что рекомендую Мегафон. Вот так вот включается телефон. МТС. Барахло. Честно скажу, вот Мегафон качественный оператор. Все знают, что 1 апреля – день юмора. Но мне было, к сожалению, не до шуток. Насчёт перезагрузки – это правда. Вот единственная правда – это перезагрузка. И начинаю вот всё сначала. Рассказываю вот по-другому. Сама подсветка вот так вот выглядит. Так вот. Экранчик. В принципе, нормальный динамик разговорный. Можно звонить смело. 20 и 17. Ну и меню простенькое. Хороший. Стренный кранчик. Так вот, спереди смотреть. Тут ничего такого проблемного нету. Хорошие цвета. Такая вот менюшечка. Сообщение простенькое. Можно писать. Сразу можно настроить. Шрифт. Здесь. Платформа CS30. Графические сообщения есть. Там есть веетрация номеров. Чёрный список, но неполноценный такой чёрный список. Контакты. Обычные контакты. Сколько тут можно хранить? До 200 контактов можно хранить. Есть картинки контактов. Вот сразу есть. Пожалуйста. Звонки ничего такого интересного нету. Проверим вот настройки. Как звучит. Достаточно громко. Зато и вибрация хорошая. Насчёт дисплея. Тут разнообразие тем оформления. Цветастости. Цветовые схемы можно настроить. Прозрачная тема оформления. Выглядит довольно-таки красиво. Часы заставка. Цифровые или стрелочные часы. А можно вовсе отключить. Время подсветки. Можно отключить подсветку. И вот, пожалуйста, экран без подсветки. Цвет виден. Экран читаемый. Вот, какие раньше были. Экраны без подсветки. Заставки есть. Всего их пять. Достаточно удобно. Ежет в руке. Но он-таки красивый. Простейший телефон. Ну, прям очень нравится. Честно скажу. Показывать-то особо нечего. Часы. Не только будильник. Но ещё говорящие часы отдельно. И настройки часов. Памятки, естественно, напоминания. И я как заметки, и я как напоминания. Игры. Змейка. Сокер. И репет ролл. Самая главная змейка. То, что можно играть. Хорошо убивает время. На пасху я буду ходить с Нокией 12 и 2 нуя. С чёрно-белым экраном. И зелёной подсветкой. Смартфон у меня уже есть, но я привык-то ещё к кнопочным, пока не стало слишком поздно. Тут и змейка, и всё что угодно. Не только связь. Вот мяч, пожалуйста, на этом телефоне. Футбол. А это простейшая игра. Бегающий мячик по платформам. Бегаем, получаем очки. Сердце даёт дополнительную жизнь, а шипы вред. Что сверху, что по острым платформам. Добавить больше нечего. Простейшая игра дает. Падать снизу тоже не очень. Так. Простейшая игра. Зато тоже помогает убивать время. Дополнительные функции есть кайкулятор. Есть конвертер, таймер, секундомер, синтезатор мелодии. Конечно же. Можно создавать свои тональные мелодии. Вот нота от 1 до 7. Если нажать и удерживать, то... Так вот получается. Дополнительно, если нажать на решётку на некоторых нотах. Пожалуйста. Соответственно, 8, 9. Скорость одной ноты. Звёздочка эта. Оно и пробел. Из функций, что можно отметить, это воспроизвести. Сохранить. Темп это прыгывание. Скорость прыгывания мелодии. Передать на другую нокию. Ощистить и выйти. И напоследок, где демонстрация. Демонстрация функции телефона. Соответственно, Nokia 16.2.0. Услуги сим-карты. Блокировка клавиатуры осуществляется меню. И звёздочка. Как у всех Nokia того времени. Отключаем также снять блок. И звёздочка. Выключаем данный телефон. В итоге, 16.2.0 это простецкий аппарат в симпатичном корпусе. Игра змейка, говорящей часы. И это было по доступной цене. Такой телефон, как Nokia 16.2.0 в сиебристых и чёрных цветах, я выбрал сиебристый. И в принципе, я доволен. В нашей коллекции такой телефон, это просто шик. Чтобы подчеркнуть, чтобы... Какие раньше телефоны были даже простенькие. Вот реально 16.2.0. Такой симпатичный аппаратец. Простенький. С синтезатором мелодии. Змейкой, цветным экраном. Самое главное, то что есть. Связь. На этом всё.